Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Милишкевич и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. В процесс информирования населения должны быть вовлечены все, независимо от отрасли, будь то сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, здравоохранение. Идеологическая вертикаль должна дополняться созданием разведвленной идеологической инфраструктуры. Главные посылы итоговой коллегии Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облсполкома. Высшее образование становится все более инновационным и практикоориентированным. В Брестском государственном техническом университете после реконструкции и переоснащения открылась лаборатория «Цифровой инженеринг агропромышленного комплекса». Все для того, чтобы условия пребывания маленьких пациентов в больнице были комфортными. Основные работы по капитальному ремонту корпуса номер один Брестской детской областной больницы подходят к завершению. Скоро самый главный праздник года – женский день. Евгения Мороз о том, где можно купить красивый букет красивым женщинам и как он должен выглядеть. Об этом и не только прямо сейчас в программе «Итоги недели». Мы начинаем. Важным событием недели стала итоговая коллегия Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского обл. исполкома. На нее съехались порядка сотни участников и гостей из региона и столицы республики. Настало время подвести итоги и определить эффективность проделанной на местах работы, выделить удачные моменты и определить болевые точки, расставить приоритеты на перспективу, поделиться опытом и наработками. Важным акцентом мероприятия стала презентация сборника «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти» под общей редакцией генерального прокурора Беларуси доктора юридических наук Андрея Шведа. В издании представлены новые, ранее неизвестного широкой общественности сведения о лагерях смерти на территории БССР в период немецко-фашистской оккупации. А над изданием книги работали как научные сотрудники, так и сотрудники органов прокуратуры. Форум идеологов получился многоакцентным. Людмила Логодич продолжит тему. Год исторической памяти, результаты которого подводили на коллегии, сам по себе стал для работников сферы идеологии мощным ресурсом, благодаря которому удалось реализовать множество проектов, внедрить и опробовать новые формы и методы работы. Ведь историческая память заложена в генетическом коде каждого белоруса и сама по себе обладает огромным воспитательным потенциалом. С другой стороны, пришлось преодолевать искусственно созданные барьеры, возникающие из-за деструктивных новостей и действий, направленных на дестабилизацию и разобщение внутри нашей страны. Если можно было получить самый ценный и сильный ресурс для работы, то идеологи его получили. Мы опирались на объективное отношение к историческому прошлому и наглядно подтверждали бесчеловечность фашизма, в том числе и современных его проявлений. Формировали иммунитет к ложным посылам в отношении роли и места белорусского народа в истории. Чувство гордости за государство, которое является гарантом независимости и стабильности. Повышали политическую и правовую культуру, чтобы сформировать устойчивость к беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению, которое до сих пор оказывается на нашу страну. Мы работали над основной идеологической задачей – содействовать сплочению людей в больших и маленьких коллективах ради определяющей цели – укрепления единства белорусского народа и стабильности в нашем обществе. Основным запросом населения и трудовых коллективов в прошлом году стало получение оперативной и официально подтвержденной информации, касающейся международной обстановки и ситуации в соседних странах. На сегодняшний день мы видим, что делается у наших соседей. Допущено, когда несколько неправильных политических или других ошибок, совершенно происходят другие события, и мы видим, как гибнут люди. А что самое ценное – это человеческая жизнь, конечно. Поэтому те вызовы, которые есть, и у наших соседей происходят на этих примерах, мы понимаем прекрасно, что мы должны сделать все для того, чтобы его сохранить, это мирное небо над головой. Это работа со средствами массовой информации, это доступность и достоверность своевременной подачи информации, чтобы ни в коем случае не было каких-то определенных вызовов или через телеграм-каналы, либо через интернет-ресурсы о каких-то событиях и искаженной информации. На этой вертикали идеологии делала особый акцент. В прошлом году такая работа продолжается и сейчас. В целях разъяснения было налажено оперативное информирование, особенно в приграничных районах, о происходящем в Польше и Украине, реагирование белорусской армии на агрессивную политику наращивания военного потенциала соседних государств, разоблачение фейков и спекуляции на данной теме со стороны деструктивных информационных ресурсов. Со второго полугодия резонансной стала тема роста цен. Для снижения социального напряжения было усилено информационное сопровождение мер, принимаемых государством для их урегулирования. Вся работа идеологической вот этой нашей системы, она направлена на человека. Конечно, самое сложное это в этой жизни работать с человеком. Какие бы сложные механизмы не встречались в нашей жизни, мы совсем справляемся, где-то устраняем ошибки, где-то модернизируемся. Самое сложное сегодня человек. Нужно правильно заложить в его голову те наши идеалы, которые сейчас важны для нашего государства. Чтобы они правильно делали оценки в своей жизни всего того, что вокруг происходит. Важным направлением года исторической памяти, который плавно перешел в год мира и созидания, стала совместная работа идеологов, средств массовой информации и прокуратуры по формированию однозначной и жесткой позиции по отношению к одному из самых тяжких преступлений против человечности – геноциду. Нацистская идеология оставила незаживающие раны на теле нашей страны. Брест, Дремлёва, Хатынь, Малый Тростенец, Слуцк, Борисов и тысячи других, где фашистами были зверски уничтожены люди и целые населённые пункты. Об этом рассказывает сборник «Геноцид белорусского народа. Лагеря смерти». Мы очень рады этому изданию, а прежде всего тому, что люди могут ознакомиться с фактами, ранее неизвестными, которые ужасают своей жестокостью и бесчеловечностью. В книге представлены результаты работы прокуроров. Она масштабна и продолжается. Только в Брестской области на сегодняшний день допрошено более полутора тысяч человек. Имеется ряд новых фактов, которые ранее были неизвестны. Так, благодаря работе с архивными документами, с очевидцами событий, с их родственниками, установлено 19 ранее неизвестных населённых пунктов, сведения о которых были потеряны до настоящего времени и которые в своё время были уничтожены вместе с жителями на территории Брестской области. Кроме того, установлены три лагеря принудительного содержания, сведения о которых также не были широко известны. Всю эту работу мы доводим до сведения общественности, как в выступлениях со средствами массовой информации, встречах в трудовых и учебных коллективах, так и в том, что на сегодняшний день во всех музеях Брестской области созданы тематические выставки, которые посвящены этой тематике. В русле этой тематики работали и молодёжные идеологи. Было реализовано множество проектов, направленных на гражданско-патриотическое воспитание. Самые яркие из них – цветы Великой Победы вместе с защитниками страны «Беларусь помнит цифровая звезда». Поисковая работа, митинги, различные экскурсии, творческие конкурсы и спортивные мероприятия, вело- и автопробеги, реконструкции событий, встречи с ветеранами и военнослужащими – всё это позволяет не на словах или бумаге, а на практике прививать патриотизм подрастающему поколению, находить общие интересы и смотреть в одном направлении. Нам очень помогают органы власти в реализации мероприятий. Очень много наших мероприятий вошло в эту программу, было реализовано. Конечно, уже запланированы мероприятия на 2023 год. В рамках проекта, разработанного в первшем регионе, мы планируем, чтобы лучшие представители молодёжи каждого региона посетили соседние регионы и увидели всё, что было создано в рамках «Суверенной Беларуси». Мы запланировали много диалоговых площадок, много выступлений в трудовых коллективах, либо в учреждениях образования, чтобы показать молодёжи, что в рамках нашей независимой Беларуси создано много объектов как спортивного, социального значения, как объектов экономики. Поэтому молодёжи это надо постоянно показывать, потому что существует такое мнение, что то, что создано, молодёжь считает, что так было всегда. Молодёжь это такая возрастная категория, тем более современная молодёжь, она амбициозная, она активная, она талантливая, она знает, что хочет от жизни. Поэтому, когда на предприятиях, либо в организациях, либо в учреждениях есть специалисты, вообще работа с молодёжью поставлена на должном уровне, это, конечно, дорогого стоит. Потому что современные методы и формы, они тоже имеют огромное значение. Это диалоговые площадки, это форумы, это дискуссии, это совместные организационно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия, соревнования. Это соревнования лучшего по профессии, лауреата молодёжной премии. Идеологическая работа была и остаётся стратегическим ресурсом страны, её невидимым оружием в борьбе с различными угрозами. Она должна вестись грамотно и непрерывно, ведь упущенный месяц догонять придётся потом несколько лет. И это прекрасно понимают в Брестском регионе. А потому в процесс информирования население постараются вовлечь всех, независимо от отрасли, будь то сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, здравоохранение. Идеологическая вертикаль должна дополняться созданием разветвлённой идеологической инфраструктуры. И это основные посылы итоговой коллегии Главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Брестского обл. исполкома. Сегодня, 4 марта, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Люди, которые охраняют нас от преступных посягательств, следят за ситуацией на дорогах, обеспечивают общественную безопасность, выполняют другие задачи по поддержанию, порядкам и спокойствиям. Во все времена служба в милиции считалась одной из самых ответственных, опасных и напряжённых, но в то же время и почётных. В канун профессионального праздника мы встретились с начальником отдела по раскрытию разбоев, грабежей и иных преступлений против собственности. Управление уголовного розыска ОВД Брестского обл. исполкома Андреем Христюком. 4 марта – особенная дата у всех, кто стоит на страже общественного порядка. День белорусской милиции отмечают по всей стране. Люди в форме ежедневно, днём и ночью несут службу ради спокойствия и безопасности белорусов уже 106 лет, начиная с 1917 года. Те, кто выбрал профессию правоохранителя по зову сердца, отвечают современным требованиям, предъявленным к стражам правопорядка. Именно такие сотрудники трудятся в отделе по раскрытию разбоев, грабежей и иных преступлений против собственности. Управление уголовного розыска ОВД Брестского обл. исполкома. Каждый на своём месте. Один из таких – начальник отдела Андрей Христюк. В 1997 году поступил в Могилёвскую школу милиции, был зачислен курсантом, два года обучения и в 1999 году начал свою карьеру в отделе уголовного розыска Брестского отдела на транспорте. Карьеру свою принял случайно, вступило в предложение попробовать себя в милиции, поэтому принял это решение. Вот и до сих пор служу в органах НУЗНИК дел. Попал полностью в новое направление. То есть, и сложности возникали, и ночные какие-то службы и днём, и ночью, и командировки, выезды постоянно. То есть, длительное время могли не находиться дома, не проживать в каких-то городах в Брестской области. Это всё было новое. Это всё познавалось с нуля, и действительно, это был вызов, который пришлось преодолевать. В современных условиях днём и ночью милиционеры продолжают бескомпромиссную борьбу с преступностью. Ведь покой Брещан, порядок на улицах города Бреста в надёжных руках. Вместе с тем, в разговоре с нами Андрей Семёнович отметил, что на службу приходят не просто из-за каких-то материальных благ, а в большей степени в милицию идут те люди, которые действительно овеяны романтизмом этой нелёгкой профессии. Ведь без этого в службе не обойтись. Здесь сплетается всё, и романтика, и быт. Здесь всё происходит. То есть все процессы жизнедеятельности затрагиваются, служба и органы нужных дел. Для меня эта служба – это, во-первых, защита наших граждан, это защита нашего государства, это долг, честь. Их лица не покажут по телевизору. Именно этих людей зачастую остаются неназванными. Но именно от них зависит порядок на наших улицах и покой в наших домах. Речь о сотрудниках уголовного розыска. Сейчас, в данный момент, мы, опять же, судя из названия, занимаемся раскрытием разбоев, грабежей. Ну и основное усилие сейчас, и это бич в современности, это вот мошенничество, вымогательство, совершаемое с использованием компьютерных технологий. То есть основное усилие, так уже получилось, что структура преступности поменялась, и основное усилие дела – это как раз-таки раскрытие мошенничества, вымогательства. Сотрудники милиции дела по раскрытию разбоев, грабежей и иных преступлений против собственности управления уголовного розыска редко соглашаются на откровенные разговоры с журналистами. Но в преддверии профессионального праздника один из оперативников уголовного розыска приоткрыл занавес раскрытия громких дел и рассказал о них. Сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестского области Покома в январе месяца текущего года на территории города Пинска был задержан гражданин Российской Федерации, который за три дня совершил ряд мошеннических действий на территории Гродненской и Брестской области. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело, следовательно, дана правовая оценка и избрана меры пресечения в виде заключения под стражем. Вообще ущерб от его действий составил больше 30 тысяч долларов США. Мужчина под видом курьера мошенников забирал денежные средства у пенсионеров. И в последующем перечислял их своим кураторам. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в течение двух суток данное гражданин было установлено и задержано на территории города Пинска. Также сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестского области Покома в течение трех часов были установлены злоумышленники, которые на территории города Бреста завладели денежными средствами у двух пенсионеров. Также данные молодые люди были признаны подозреваемыми по ряду уголовных дел на территории Гродненской области. Каждый новый день отдела по раскрытию разбой в грабеже и иных преступлений против собственности управления уголовного розыска не похож на предыдущий. Начальник отдела Андрей Семенович подчеркнул, что каждое преступление – загадка. Нужно правильно к нему подступиться. Коллектив слаженный, поэтому схемы работы четко выстроены. У каждого своя задача, но и взаимозаменяемость никто не отменял. Служба органов дел и достижение высокого результата – это кропотливая работа всего коллектива. Здесь и анализ, и просто какие-то силовые задержания. Здесь все происходит в совокупности. То есть здесь действительно невозможно достичь какой-либо результат положительный, если не работает весь коллектив. 4 марта – праздничная дата. Повод подчеркнуть, что наша мирная жизнь во многом зависит от нелегкой службы правоохранительных органов. Награды, слова благодарности – всегда приятно, что труд оценивают по достоинству. Но для них главный показатель работы – когда преступник задержан. Вы смотрите программу «Утоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. В наше время высшее образование становится все более инновационным и практикоориентированным. Это оправдано с экономической точки зрения. Повышает престиж университета и улучшает его материальную базу. И прежде всего, важен такой подход для самих студентов, так как после окончания высшего учебного заведения молодому специалисту не требуется долгая адаптация. Имея опыт на базе университетских лабораторий, которые тесно сотрудничают с различными предприятиями, молодой специалист активно включается в работу и готов к решению производственных задач. В торжественной обстановке в Брестском государственном техническом университете после реконструкции и переоснащения открылась лаборатория цифровой инженеринг агропромышленного комплекса. Продолжение темы в материале Людмила Логодич. Еще год назад на этом месте в Брестском государственном техническом университете располагалось помещение с морально устаревшей материальной базой. Сегодня это презентабельная лаборатория цифровой инжиниринг агропромышленного комплекса, которая оснащена современным научным практикоориентированным оборудованием. Среди научного оборудования лаборатории дрон-опрыскиватель для внесения средств защиты растений на поля. Ребята учатся создавать для него рабочие задания, которые требуют квалифицированной подготовки. Агропромышленный комплекс сегодня остро нуждается в развитии научного потенциала и внедрении инновационных решений. Животноводство, земледелие, молочная отрасль и растениеводство должны развиваться, наращивать показатели, повышать эффективность и конкурентноспособность. Идти дальше, развиваться без научного сопровождения и без цифровизации не только процессов сбора, агрегатирования информации достаточно сложно и, наверное, практически невозможно отдельным хозяйством. Поэтому назрела необходимость сотрудничества по различным направлениям и по системам, конечно же, точечного земледелия. Кроме того, использование техники. Сегодня более 5000 различных технических устройств, которые работают у нас, оснащены определенными GPS-навигаторами. Но это все как-то везде отдельно, не в каждом хозяйстве. Оно, наверное, агрегатировано в целом полностью наряду и поле, и техника. Ну и, конечно же, это животноводство, различные направления. Если производство, скажем, свинины, птицы, здесь мы, наверное, берем технологии определенные, где-то внедряем другие, потому что, естественно, конкурировать при нашем уровне обеспеченности зернофуражом довольно сложно. Безусловно, наш, скажем так, конек и область – это производство балака, это молочная отрасль. И здесь, наряду с тем, что уже практически 8 лет существует и база, в которую внесены все наши животные, сегодня необходимо в каждом хозяйстве развивать и племенное дело. Ну и сегодня хотелось бы, в том числе и с нашим университетом, и с его партнерами в дальнейшем развивать эти направления. Я думаю, что действительно это все должно получиться за этим и будущее. Данная лаборатория создана у нас с поддержкой нашего технологического партнера компания ООО «Технологии земледелия». Это компания в городе Минске, ведущая компания, которая занимается вопросами цифрового инжиниринга сельского хозяйства. И вот эта компания нам предоставила оборудование для данной лаборатории, на котором мы будем обучать студентов, будем изучать… Вот есть оборудование импортное, то есть мы планируем изучить устройство и предложить свои аналоги решения этого оборудования. Даже сотрудников сельскохозяйственных предприятий, которые должны работать на таком оборудовании сегодня, они могут тоже проходить обучение здесь у нас. На торжественную церемонию по открытии лаборатории пришли руководители вуза, партнеры, почетные гости. Реализовать задуманное удалось благодаря поддержке Брестского облсполкома, Минского предприятия технологии земледелия, брестских флагманов, таких как «Савушкин продукт» и группа компаний «Санта». Открытие лаборатории «Точное земледелие» в Брестском государственном техническом университете это действительно знаковое событие, которое дает с нашей точки зрения серьезный толчок для развития и подготовки кадров в сфере индустрии 4.0, причем для такой важной, стратегически важной отрасли, как сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс, так и позволяет нам создать площадку, где возможно проведение масштабных научных исследований, начиная от пилотных проектов и завершая до масштабного внедрения в сельское хозяйство, в агропромышленный комплекс цифровых решений, которые на деле позволят повысить и экономическую эффективность функционирования отдельных процессов в сфере сельского хозяйства, как в части производства продукции растениеводства, так и в части животноводчества. Как раз над такими проектами работает Максим Хивук. Он магистрант машиностроительного факультета и в лаборатории получает необходимую практику. Выполняет цифровизацию, размерный анализ, делится опытом со студентами, повышает свои навыки как конструктор, технолог и даже местами программист. В этой лаборатории я уже как специалист, который получил образование, я набиваю руку, получаю стаж обучения и работаю на совместных уже реальных проектов. Сейчас принимаю участие в проекте с предприятием в Ресской области. Он заключается в том, чтобы разработать программно-аппаратный комплекс для выполнения внутренней задачи предприятия. Ежегодно мультидисциплинарный кластер вузов, в которых входит и лаборатория цифровой инжиниринг агропромышленного комплекса, выполняет порядка сотни реальных проектов. А к их разработке привлекаются наиболее мотивированные студенты. Выигрывают от этого все. Аграрный сектор совершенствуется и повышает показатели. Студенты расширяют свои компетенции. А заказчик проекта принимает на работу выпускника-исполнителя с целью поддержки внедряемой разработки. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Еще одна актуальная тема. Основные работы по капитальному ремонту корпуса номер один Бреска детской областной больницы подходят к концу. К модернизации учреждения здравоохранения строители приступили летом прошлого года. Все делается для того, чтобы улучшить условия пребывания маленьких пациентов. Вести в строй отделение планируется уже этой весной, после чего ремонт начнется в корпусе номер два. Пополнится и технический фонд больницы. О планах и их реализации расскажет Евгения Мороз. Основные корпуса детской областной больницы построены в 1989 году. И капитального ремонта здесь не было, только текущий. Поэтому вопрос модернизации стоял достаточно острым. Когда уже и мы, и гости наши, и пациенты, и их родственники видят условия на контрасте новейшего корпуса и старых, то тут вообще вот в этом сравнении. И было принято такое решение. На сегодняшний день корпус 1-2, они на два пусковых, две пусковых очереди спланированы. Ну, где-то, я думаю, к середине весны, может быть, дай бог, будет сдан первый корпус. И начнутся сразу работы во втором. Работы ведутся в две очереди. Когда закончатся работы в корпусе номер один, приступят к корпусу номер два. Заказчиком выступает УКС Брестского областполкома, а генеральным подрядчиком строительный трест номер восемь. Все работы ведутся за счет областного бюджета. Сейчас на первом объекте проходит так называемая черновая отделка. Скоро приступят к чистовой. При этом работа была проведена масштабная. Реконструкция в части замены вентиляции, отопления, канализации, электроснабжения. В отдельных случаях изменение назначения производилось палат. Соответственно, менялось и по проекту само расположение отдельных палат. В назначении кабинетов медицинских, соответственно, в определенных случаях стены демонтировались и проводилась перепланировка. Ремонтные работы коснулись отделения хирургического профиля, травматологии и лороотделения, а также административного блока. Для того, чтобы не нарушалась динамика оказания необходимой помощи, так как в отделении размещалось 150 больничных коек, отделения временно перебазировались в другие корпуса. Детская хирургия в Престе развернута на 60 коек. Мы до реконструкции занимали два этажа в корпусе А. Это позволяло нам разделить пациентов на гнойных и чистых. Отделение оказывает помощь при гнойной патологии, при урологической патологии. И, конечно, наше отделение уже нуждалось в ремонте, потому что, в каком бы хорошем состоянии мы его не поддерживали, все ветшает. И в настоящее время нам делают современный ремонт, который позволит улучшить условия пребывания пациентов. Ремонт затронет наши операционные. В операционных планируется замена оборудования, в том числе лапароскопического, что позволит нам продолжить освоение малоинвазивных методик. Мы ожидаем, конечно, более комфортного пребывания, чтобы была и мама, и ребенок были вместе. Более, скажем, площади были больше, скажем, и комфортнее было пациентам. У нас до, скажем, вот этой реорганизации оснащение было, ну, если там, скажем, по пятибалльной системе, это было на четыре. То сейчас то, что вот будет, и те преобразования, которые будут, это будет даже на пять с плюсом, потому что нам будут закуплены лов места, это более, лов места, это чтобы можно было посмотреть эндоскопически, скажем, пациента, и более информативно будет для нас наличие какой-то из патологий, и, соответственно, более качественно будет оказываться помощь. К улучшению условий в детской больнице подходят комплексно. В декабре 2021 года в эксплуатацию был сдан новый корпус учреждения здравоохранения. Здесь разместились четыре отделения – анестезиология и реанимация, педиатрическое отделение для новорожденных, недоношенных и детей до года, и отделение, которое объединяет кардиоревматологическую, гематологические и аллергологические профили помощи. Также здесь расположено несколько коек для палиативной помощи. Вместе с улучшением условий пребывания в корпусе номер один и два пополнится и фонд медицинского оборудования. У нас там будет барозал, есть три барокамеры, есть новый колоноскоп, который в спросе и так далее. Минздрав покупает сюда две лапароскопические стойки, а это, наверное, хлеб хирургии, как никогда, потому что это малоинвазивная хирургия. Мы в корпусе 2, который во второй пусковой пойдет, там даже сделали такой отдел, которого раньше не было, и мы туда некие службы, они скорее такие диагностические, меньше лечебные, это, допустим, эндоскопический кабинет, колоноскопический кабинет, стоматолог, гинеколог, да, мы сделаем так, что туда можно будет доступ, доступ будет даже прям с улицы, можно подняться на второй этаж и попадаешь в этот, потому что спрос не только у пациентов, которые находятся в больнице, но и которые хотят где-то на платной основе, просто им удобно сюда прийти. Можно быть уверенным, что маленькие пациенты и их родители по достоинству оценят новые условия, а уже в этом декабре Брестская детская областная больница отметит свой 55-летний юбилей. Евгения Мороз, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович для программы «Итоги недели». На следующей неделе мы будем отмечать самый красивый весенний праздник – Международный женский день. Традиционно 8 марта улицы Бреста превращаются в большой сад. Прилавки выездной торговли украшают множество ярких и красивых символов торжества – цветов. С 6 по 9 марта на 81-й площадке Бреста во всех микрорайонах города развернется масштабная ярмарка – «Кветки Бреста». Как готовятся к торжеству узнавала наш корреспондент Евгения Мороз. Настоящим цветочным ковром покрывается площадь гаража в доме Александра Парафинюка. Вот уже более семи лет мужчина занимается выращиванием тюльпанов. Когда-то красивым бизнесом начали заниматься его родители, а после подключилась почти вся семья. В преддверии праздников площадка дома превращается в мини-фабрику, где выращивают цветы и упаковывают их, и отправляют на хранение в специальные холодильники. По словам племянницы Александра Анастасии, самые ходовые букеты по 3, 5, а то и 25 цветочков. Во-первых, это внимание. Ну и всегда цветы – это приятно. У нас цветами занимается бабушка, два дяди. Вот достаточно давно. Ну да, такое достаточно семейное дело. Бизнес красивый, но достаточно скурпулезный. При этом результат зависит от множества подготовительных факторов. Время высадки луковиц, температурного и светового режимов. Есть и своя технология сбора цветов. Срез обязательно должен быть под углом. Ухаживать за ними практически каждый день. Нужно поливать, подкармливать чуть-чуть. Начинаем высадить в ноябре. В декабре, в конце декабря начинаем их подкармливать чуть-чуть. В январе уже так побольше им внимания. А в феврале уже начинаем их потрошку срезать. Семья Парафинюков – одна из 360 участников, которая предложит покупателям более 500 тысяч различных видов цветов, выращенных в Бресте и Брестской области. Продажа цветов будет производиться на 81 площадке во всех микрорайонах города. Основные площадки – это ЦУМ, улица Суворова, улица Московская в нескольких местах около Короны и около бывшего рынка Юбилейный. Режим работы с 7 до 20 часов. Покупателям представят более 60 разновидностей тюльпанов, розы, гиацинты и примулы. Так что можно быть уверенными – брещанки в самый красивый и нежный весенний праздник точно не останутся без цветов. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события. Какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте – 54-63-67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение – семейный канал БУК-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Анастасия Милишкевич, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин